Привет, друзья! Это вторая часть, что же делать, если нашел чей-то телефон. Смотрите, многие начали писать, что там свои истории. Нашли телефон, вернули, хотя бы сказали там спасибо. Или там соседу вернул телефон, они опомнились через два дня, только сказали спасибо. Смотрите, какой еще полезный совет. Если вы, к примеру, нашли чей-то мобильный телефон и не хотите его возвращать, ну вот дорогущий телефон, знаете, что там люди жадные, ничего вам не вернут, просто-напросто напишите на листике, к примеру, если вы знаете того владельца телефона, что вы нашли, мол, телефон, верну за вознаграждение и напишите сумму. Если он хочет, дает эту сумму, нет, то и нету телефона, потому что вот когда я был, когда-то потерял телефон, я, к примеру, дал 500 гривен тому человеку, который мне вернул мой телефон, хотя там телефон, ну реально стоит, ну порядка 3000 гривен на тот момент. И мне было важны не сам телефон, а важны все данные, которые находились в нем, потому что там были и личные фотографии, и личные видео, и много других личных данных, которые мне хотелось бы вернуть. Так вот, если вы все-таки не хотите возвращать за бесплатно, потому что знаете, что тот человек не даст вам ни копеечки никакой, то, конечно же, говорите, верну за вознаграждение, по-другому не верну. И все, он ничего не сделает. Ну пускай ищет, вы выключите телефон полностью, будет сложновато, наверное, найти. Айфон, вот если вы найдете, даже не пытайтесь никак его спрятать и так дальше, потому что айфон находят минут за 15, это 100%. Даже сейчас я читаю статьи, что даже таксисты, в которых оставляют люди случайно там свой айфон, они возвращают хозяину, потому что сразу же находят айфон и потом не будут разбираться. Ты его нашел или просто где-то там увидел, сразу же скажут, что ты его украл и еще тебе статью накинут. Так что вот такие вот дела, друзья, если вы нашли телефон, то, конечно же, говорите, отдам за вознаграждение вам вот этот вот телефон. И человек, я думаю, любой, который здравомыслящий, он не оставит вам телефон свой, потому что здесь очень много не как железо и человеку важен телефон, а как внутри там все данные, потому что там и фотографии, и видео, и много других полезных данных. Вот такой вот интересный мой мнение.